итак кризис по кому сильнее всего хлопнул по телевизорам и по строителям да по строителям понятно сейчас собирается одна большая контора которая будет строить доступное жилье и затем вы его будете брать в ипотеку подписывайте так сказать это как-то хартия крепостного права под названием ипотека вот естественно что нам остается телевизором то делать волосы на себе остатки рвать их и так уже нету да нет нерву и знать настроение потому что примерно четыре года назад завела себе хвостатых питомцев и сейчас есть смысл и домой прийти вот потому что мы интересно братья такая ходит у каждого свой характер естественно в этой братья есть свои проблемы естественно как надо решать ну по ветеринарии мне приходится екатеринбург ездить вот в салон суша я обращаются зачем за продуктами питания кстати ну и за аксессуарами потому что как показала практика кормить своего питомца одним и тем же ему это не то что накладно это не совсем правильно вот можно был конечно простой сюжетик сделать до приходите покупайте сики-каки куда собирать там чё покушать вот а вот салона шуша что она крыла марта 97 немножко другой подход здесь сегодня сейчас можно купить себе питомца на свой вкус хотите хорей хотите шиншиллы их тут вот вот и пожалуйста тарантулы что там еще игуаны в общем что говорить давайте покажем как это все выглядит кусаемся мы кусаемся у нас у нас очень интересное общение там и очень-очень общительные животные и обалдет этих вещей о надо надо папу покусать да но это хорек я в них влюбился это фильм был такой классная штука такая вот хорьки в шуши вот стоят они очень хорошие заводные очень общительные вообще просто суперовские не сюда активно желтым это вот говорят что рептилии они эти такие тормознутые немножко совсем все по-другому это рептилии и гуан называется причем этот ребенок ему три месяца он вырастет потом полтора метра будет вот очень общительный кстати ласку любит иди сюда дайте немножко тут и пойдем поснимаемся но с виду заторможенный флегматичный такой динозавр сниматься на 300 казался продемонстрировав далеко не тысячелетнюю вертлявость зато тарантул птицеед оказался примерным объектом позировавшим как нам надо кстати проблема с тем чем всех этих животных кормить и где содержать решается на удивление просто вообще честно говоря но салон сушу крупнейший городе абсолютно точно потому что здесь есть то чего нету вообще и других салонах и для этого здесь практически 80 квадратных метров торгов площади которые полностью заставлены на аквариумистика всякие мелочи типа одежда о теперь тем как начать про корма вот такие мелочи носочки для кошечки для собачек вариант стразики там золотишка на то что конечно вот и в общем про питание про питание начал я своих животных кормить сначала одним очень хорошим продуктом но видать прикормились и это не совсем правильно поэтому сейчас микшируем даем свежее мясо качал от пурин ну вот ну и консервы потому что когда у нас своеобразными вот если вы не любите покупать то что сделано в россии ваше право есть чехия настоящая брит есть и кануба таких кормов в городе нет ни у кого но здесь не есть вот и есть а теперь насколько дорого содержать домашнего животного вот если вы на улице взяли кошечку то в принципе по цене одного пакетика тестера можете попробовать то что сделано в россии дальше 40 рублей за 415 грамм так мы сегодня хорьков показывали если для хорьков о пожалуйста сколько надо вот есть и то чем я раньше питал своих животных это ночной охотник в принципе очень неплохо вообще как бы ну вы же тоже разные блюда пробуйте да и ваше животное имеет право покушать ну вот к примеру что-нибудь с телятинкой это я про кошках опять же про любимых и либо либо для собаков кстати вот смотрите эконом пак кио 100 для животных за 110 рублей самое приятное что если вы допустим не может сюда приехать можно по телефону позвонить вам привезут на дом с доставкой еще и со скидкой широчайший выбор кормов для любых животных и это все здесь в шуше кстати если без фанатизма то затраты на 1 2 питомцев в день не превысят 100 рублей даже если покупать самые дорогие корма поэтому выборе между крашенными формованными сухарями из непонятно чего выбираете реальное качество к примеру кормов и кануба которые при желании можно и самим использовать в качестве закуски ну по крайней мере по запаху ум от ешь нас же ожидало мнение эксперта заводчика шиншилл какое интересное красивое животное на него с плазмы хорошо наблюдать с двухметровой до которого голова меньше моего кулака вот что за животное шиншилла а как долго она же это а много ли корова дает много смысл много ли кушает а может ли шиншилла жить вместе с собаками кошками и прочей животностью домашней теперь я прошу шел тоже стал уже крупным специалистом потому что связывают меня более чем тесные узы общения с заводчиком кстати великолепным заводчиком шиншилл города магнитокорска исключительные красоты животные теперь понимаешь за что платятся такие деньги когда шуку и шиншилл у вас супруга требует вот такого цвета животных нету вот кстати если вы по себе приобретете бодрое такое что-то ну что-то посидим пообщаемся все-таки телезвездами станет вот такое животное стоит в топе стоит 14000 рублей может вам принести 140 тысяч рублей это очень легко берете парочку и начинайте плодиться кстати 140 тысяч рублей вы заработаете всего за год вот все остальное ну есть тут просто обалденные животные и мне сказали что можно попробовать все будем пробовать пойдем в котов развлекать до ночи разочек вот чтобы можно было посмотреть вот это вот толстые большое это смысле моего вот это маленькая красивая шашилловской шиншиллы действительно дивные животные вообще беспроблемные минимум внимания и при этом общение и покладистый характер они абсолютно легко приручаются и при этом это большой умный крупный грызун растут быстро днем спят очень хорошие друзья которые живут в два раза дольше не стерилизованных котов и собак краткая инструкция по эксплуатации здесь же шуша знаете я по неопытности думал что британские коты это но очень хорошие животные они очень хорошие безупречные вот только этот и если их много то кушают они примерно на 500 рублей в день и как вот примерно на четыре стакана какашков вот альтернатива шиншила кушает на персток какает и того меньше тот у кого есть аллергия ну во первых аллергия магнитогорске это не на животных точно скорее на комбинат но тут деваться некуда извините металлургическое производство другим не бывает вот если же все таки кажется что шерсть уменьшает и все остальное то единственный вариант это выбор от шиншиллов кстати цена вопроса может быть и 3000 рублей